Всем привет! Сегодня я хочу записать инструкцию для квадрокоптера Habsanzino. В принципе, этот дрон очень даже неплохой для записи. У него достаточно хорошая камера, может записывать в 4К формате. Также может записывать в формате 1080p 60fps. В принципе, достойный вариант. Поэтому давно я хотел записать на него инструкцию. Обзоров очень много уже на этот дрон. Я хочу сегодня записать инструкцию, чтобы можно было посмотреть в случае чего, как им управлять. Давайте начнем с самого начала. Он имеет складные лучи. Раскладываете лучи. Батарея сзади. Вот так прижимаете сбоку. Вставляется. Вот просто защелкивается. Затем, смотрите, вставили вы в него батарею. Если планируете снимать что-то, вот можно здесь вставить карту памяти. Вот сбоку есть отверстие для карты памяти. Вот нарисовано, в каком положении ее вставлять. Нажимаете до щелчка. Так, теперь открываете, вот зажимаете, здесь получается две защелки такие, защитный кожух для камеры. Вот зажимаете с боков и аккуратно снимаете защиту камеры. Этот дрон с трехосевым подвесом. Вот потом, затем ставите на ровную поверхность. Ну, как бы я сразу скажу, что этот дрон для улицы. Им лучше пользоваться на улице. Вот, затем берете... Берете пульт управления. Вставляете кабель в комплекте, у него есть. Вот, сбоку в пульт. Вставляете один край кабеля в пульт. Второй. Вставляете телефон. И второй край кабеля в телефон. Вставляете. Затем включаете пульт квадрокоптер. Вот сзади находится кнопка у него. Нажимаете короткое и длинное нажатие. Вот, до звукового сигнала. Затем нажимаете, включаете пульт. Короткое и длинное нажатие. И ждете соединения. Антенны рекомендуется ставить вот таким образом. Вот. Открываете приложение. Называется оно X-Hubsan. Вы его можете скачать в плеймаркете, либо на официальном сайте. При первом запуске может попросить авторизацию, ну, или регистрацию. Вот. Входите в систему. Ну, или регистрируйтесь. Вводите свой e-mail. Сейчас я войду. Входите. Продолжение следует... Вот, смотрите, я ввел свои данные в поле и вот и вошел в приложение. Теперь выбираете, какой вы хотите квадрокоптер подсоединить. В моем случае это Zino. Нажимаете Enter Device. Нажимаете Далее. Далее. Просит включить GPS. Продолжение следует... Сюда четко подключалось, что-то в этот раз. Попробую. Так, выключил дрон. Так, заново включу. Вот сейчас идет соединение. Вот, по идее, соединился пульт с дроном. Все, вот появилось. Появилось. Спрашивает, надо инициализацию с этим самым дроном сделать. Да, нажимаете, да, сделать инициализацию. Вот тут статус. Все в порядке показывает. Вот, рекомендуется сделать горизонтальную калибровку. Вот, например, написано, горизонтальная калибровка завершена. Теперь... Теперь я магнитную калибровку рекомендуется сделать. Вот, нажимаем сюда и вращаем. Вот, показывает, как нужно вращать дрон. Вот. Начинаете вращать его. Теперь, смотрите, показывает поставить вертикально и делать вертикальное вращение. Вот, крутите его вертикально. Так, калибровка успешно завершена. Теперь ставите на ровную поверхность. Ну, желательно, конечно, делать калибровку, когда есть покрытие спутников. То есть, вы подождали, пока дрон со спутниками свяжется. Вот, свяжется со спутниками. Потом сделали калибровку и можно его запускать. Так, давайте теперь я расскажу, что к чему. Так, смотрите. Сейчас у меня нет покрытия спутников. То есть, если я буду пытаться его запустить, видите, пишет слабый сигнал GPS. То есть, ну, я не смогу его поднять, будет блокироваться взлет. Для того, чтобы его запустить без GPS, нужно зайти сюда в настройки. И вот, нажимаете джойстик вот сюда. И здесь, смотрите, написано, взлетать только при хорошем сигнале GPS. Вот, смотрите, я нажимаю здесь да или нет. Я нажимаю, ставлю галочку напротив нет. И это дает мне возможность. Вот, смотрите, даже сейчас у меня нет ни одного спутника. Но, смотрите, видите, я могу запустить пропеллеры и даже поднять его. Вот, видите, ну, как бы я в квартире... Это очень сильно мощный дрон. Я в квартире не буду его запускать, просто как демонстрацию. Ну, вы видели, что у меня появилась возможность запустить его. Также, если даже ловят спутники, я включаю эту функцию, ну, разрешать при... Когда нет покрытия GPS, смотрите, в случае, если вдруг дрон потеряет сигнал со спутниками, ну, во время полета, вот вы, допустим, взлетели, все нормально, спутники есть, во время полета дрон теряет связь со спутниками. То есть, ну, это исключает возможность аппаратной ошибки, ну, вот, как бы из-за этого может завлючить дрон, и вы можете его потерять, если он потеряет связь со спутниками. Если вы отключаете эту функцию, то есть, он остается у вас в ручном управлении. Да, его будет там немножко плавать, он будет им тяжелее будет управлять, но, тем не менее, он останется в вашем управлении. Поэтому я рекомендую эту функцию всегда отключать, ставить нет. Вот, смотрите, запуск винтов. Чтобы запустить винты, нужно развести. Вот, два этих стика вниз и в стороны. Видите, запускаются винты. И для того, чтобы остановить, можно просто опустить стик вниз и подержать какое-то время. Вот, для того, чтобы поднять дрон, ну, вот, сначала вы его разводите в стики, запускаются винты, потом нажимаете этот джойстик вверх, вот, вверх его нажимаете, и дрон начинает подниматься. Либо, либо вот этой кнопки автовзлет. Теперь давайте расскажу по кнопкам. Смотрите, этот стик, если вы вверх поднимаете, дрон поднимается вверх, если вниз, опускается вниз. То есть, если вы влево поворачиваете, он разворачивается, не поворачивается, вот, разворачивается по своей оси, будет разворачиваться вот так вот. Если сюда, он будет разворачиваться вот так. Если этот джойстик вы вперед будете двигать, дрон будет вот так двигаться вперед, ну, как газ, грубо говоря. если назад он будет двигаться назад если влево он боком будет влево двигаться если вправо боком будет вправо это кнопка возврат домой это переключаются спорт режим либо обычный либо normal режим здесь смотрите фото видео можно с пульта управления делать это управление подвесом вот вы можете вверх вниз поднимать подвес камеру вверх и вниз поднимать так теперь давайте расскажу по меню но вот это показывает заряд это количество спутников вот заряд вернее количество спутников так это настройки камеры сейчас вот фото стоит вот можно видео переключить вот разрешение видео 1080p вот либо 30 либо 60 fps можно выставить можно 720 и можно 2 и 7 к выставлять но камера у него в принц довольно таки приличная 2 и 7 можно 30 fps по и 4 к тоже 30 fps частота кадров можно снимать вот формат видео баланс белого можно выставить солнечный день пасмурный день так формат видео iso можно настроить экспозиция насыщенность контрастность ну как бы к настройке камеры здесь довольно таки хорошие форматировать карту памяти сбросить настройки камеры ну как бы вы все под себя подстраиваете можно смотрите сетку поставить для того чтобы в центре для того чтобы удобнее было снимать если вы профессиональную съемку делаете смотрите теперь минимальная высота возврата то есть вы выставляете выше самого высокого здания которое находится или или дерево которое находится рядом с вами чтобы при возврате дрон не врезался в эту помеху можете поставить от 20 до 100 метров на ваше усмотрение в зависимости от вашей местности вот скорость можно больше меньше выставлять информация ну здесь можно режим джойстика выбирать левша правша виртуальные ручки управления чтобы на украине на экране были вот такие джойстики ну как бы если вы управляете с пульта управления то зачем они нужны взлетать только при хорошем сигнале gps да нет ну как бы я ставлю нет ну конечно лучше взлетать не лучше надо взлетать при хорошем сигнале gps минимум рекомендуется на этом дроне чтобы было 16 спутников вот но если вы ставите галочку напротив нет в таком случае вероятность что его заглючит сводится к минимуму вот и вы этот дрон скорее всего не потеряете вот он останется у вас в ручном управлении случае непредвиденной ситуации тем более сейчас очень часто можно попасть на глушилку и никто от этого не застрахован поэтому лучше лучше подстраховать себя и в случае чего вы сможете довести дрон в точку посадки в ручном управлении если вдруг он потеряет спутники но и возможность унитазинга тоже самое сводится к минимуму вот здесь скорость тангажа подвеса можно быстрее и быстрее медленнее выставлять его чтобы он калибровка стабилизатора камеры статус стабилизатора координаты широты долготы значок модели всегда отображается справа так но это в принципе не особо здесь выбираете карту какую вы хотите чтобы отображалась для удобства здесь выбираете fpv включена выключена чтобы видеть картинку с камеры экрана но включена это естественно передается изображение с камеры дрона вот горизонтальная магнитная калибровка выбираете либо в милях либо в метрах отображать расстояние так здесь смотрите здесь вот это меню открывает режимы есть нормальный режим режим точек то есть вы нажимаете на этом режим на этот режим выставляете точки на карте на карте и дрон движется по этим точкам вот режим облета по кругу нажимаете сюда ну понятно что сейчас он не сработает потому что во первых дрон ставит стоит во вторых нет gps вот режим облета по кругу вы выбираете точку которую он будет облетать по кругу и двигайтесь режим нажимаете запустить режим следуй за мной естественно выбираете цель вот следовать за мной под gps и актив активный трек это он визуально визуально вас держит но как бы он более точно в этом режиме будет за вас за вами следовать по спутникам ну как бы местоположение не очень четко определяется и вы можете находиться то с краю экрана то и там не знаю то по центру ну то есть дрон будет рывками за вами следовать если вы включите активный трек в таком случае он более плавно будет за вами следить но это этот режим лучше отрабатывает так закрываю креативное видео и режим по прямой режим полета по прямой это режим но если вы не хотите допустим давить вас вперед а то вы просто ставите этот режим и он летит до 100 до 100 метров по моему вот как бы это основной уже спутники появились немножко у меня опять спутников но если я отключу смотрите если я отключу вот включу взлетать только при хорошем сигнале gps то даже при 5 спутниках я дрон не смогу запустить видите я дрон не смогу запустить нужно чтобы минимум было по моему 16 спутников вот если я поставлю здесь нет в таком случае видите я запускаю пропеллеры и могу даже его поднять вот этим стиком вверх вот смотрите вас прибавляю по чуть-чуть он берите начинает открываться от земли так ну вот как бы это основное как бы что я хотел вам рассказать но также есть смотрите есть зум они это управление подвесом вверх вниз с телефона как бы вот основное то что я хотел донести но его как его можно запустить без сигнала спутников и как избежать унитазе надо в случае отключения сигнала gps потому что сейчас этому подвержены очень многие вот сейчас очень часто оглушится сигнал и можно потерять дрон вот если вы включите эту функцию вы ваш дрон остается вот смотрите остается даже без спутников вот всем спутников но и до этого было ноль вообще все равно я могу его запускать естественно управление я не теряю вот даже я могу обороты повышать им на нем по чуть-чуть вот видите он начал отрываться от земли вот то есть даже даже если нет спутников если вы эту галочку ставите но если вы дадите добро чтобы без спутников не включили не запускался дрон тогда возможен вариант что при отключении спутников он просто потеряет ну потеряет как вы над ним потеряете контроль ну какие от этого от этого последствия могут быть стоит только догадываться как бы ну вот то что я сегодня хотел доказать вам рассказать я рассказал кому это видео было полезно подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока